Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем наш второй урок, понедельник главе Торы Китиса. И как мы знаем из книги Север Гахенух, вторая повелительная заповедь, это омывение священниками рук и ног, перед тем, как подойти к жертвеннику или зайти в храм. Написано в недельной главе Китиса, что сделай умывальник на медном основании, и этот умывальник очень святое предназначение у него. Без него невозможно взойти ни в храм, ни подойти к жертвеннику. И буквально Коэн может умереть. Так и пишется, что Коэны освящаются, омыв из умывальника руки и ноги. Коэн приходит в храм на работу, он должен омыться, после этого он идет в миг, погружает все тело в воду. После этого он все равно подходит к этому умывальнику и омывает руки, омывает ноги. Наши мудрецы говорят, для чего? Чтобы показать, что у храма особая святость. И то, что достаточно в обычной бытовой жизни, для храма недостаточно. Если человек совершает любую службу в храме, он должен прийти, омыться, и тогда может заходить в храм, все делать. И это ему достаточно одного омовения на целые сутки. Если он эти сутки не спал и не ходил в туалет, то может в эти сутки больше не омывать руки и ноги. Вот так. Но если он спал или ходил в туалет, он обязан опять это все сначала делать. Исключением из этого является Йом-Кипур. В этот день мы читаем, что Коэн должен омыться много раз, много раз переодевается. Это день особой святости. И здесь законы меняются. Коэн даже не одевает своих золотых одежд. Он ходит в храм в белых одеждах. И так он служит. Очень непростая служба идет. Этот убывальник здесь также необходим, как и все, что происходит в Йом-Кипур. Все предметы. Чтобы сделать этот убывальник, женщины пожертвовали дорогим. Они дали свои медные зеркала, для того, чтобы из них сделать этот убывальник. Маше говорит. Он выприхорашивает с помощью этих зеркал, чтобы соблазнять своих мужей, мужчин. И получается, что это неправильно. Я не могу взять зеркала. Но Всевышний сказал, возьми у них. Потому что эти зеркала послужили для умножения еврейского народа в Египте. Когда мы были загнаны в рабство, и мы уставали. И не было у нас сил, что египтяне издевались над нами непосильными работами. Потому что жены наши прихорашивались. И эти зеркала помогали им. И так размножался еврейский народ. Поэтому Маше взял эти зеркала. И из этих зеркал Бецелель сделал умывальник. Это последний из предметов храма, который мы читаем в Торе. Который изготовили последним. Вот так. Без него невозможно. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Этот урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, памяти Ури бет Харитон, Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина перд бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Исхак Шимон бен Бейла Моттл, Фира бот Анна, За хороший ши дух и здоровье Рона Ре бен Двойра, За хороший ши дух Денис бен Нахум. Всем всего самого на лучшего. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова